Сказать, что я нервничала, это ничего не сказать. У меня тряслись ноги, тряслись руки. Еще в гримерке было очень холодно. В известях прямо было очень холодно. Мы сушили феном руки, чтобы они просто не тряслись. Потом зашла моя сестра, сказала, боже, здесь так жарко. Я говорю, нет, мне холодно. И я просто поняла, что я дрожу не от холода, а просто от того, что у меня все просто это нервы. Потому что сегодня я понимаю, как все пристально смотрели за тем, что я приготовила. Мы реально со всей командой были на пределе. Мы все наблюдали за тем, как я готовился, как я репетировала. Несколько месяцев мы не ели, не спали. Мы репетировали днем и ночью, начиная от костюмов, танцами, заканчивая какими-то фишками, которые вы сегодня наблюдали. Лепестки роз, которые летели на хит-параде, полеты, поддержки очень сложные и разные такие маленькие фишки, которые мы придумали постоянно для того, чтобы удивить зрителя. Меня переполняют сейчас эмоции. Я вам сейчас ничего не скажу нормального. Звоните Антону и просите интервью после концерта, потому что первое, что я зашла, когда зашла в гримерку, мне казалось, что я вообще ничего не сделала, что я ничего не станцевала и что я ничего не сказала. То есть это такое состояние, когда мне кажется, что вообще ничего еще не произошло, что еще не начался концерт, что я его еще не отработала, что я сейчас выйду и начну все сначала. Все прилетело на просто одном дыхании. И вы меня простите за мои эмоции. Это первый мой концерт. Вчера было в Санкт-Петербурге. Я думала, я вчера нервничаю. Нет, вчера я, как выяснилось, вообще не нервничала. Сегодня я просто хотела убежать. Я уже сто раз сказал, все, я от меня в концерт. Я не выйду. Я боюсь. Когда я висела там наверху... Сколько висела, кстати? Очень долго. Очень долго. Я не буду жаловаться. Вы знаете, что я не нытик. Но у меня... Но у меня такие синяки. Что я скажу своему парню? А, у меня нет парня. Это наша любимая шутка, потому что после всех поддержек, после каждой репетиции, я каждый раз говорила танцорам, что я скажу своему парню, когда я приду домой с синяками, и они все хором. У тебя нет парня! Я висела очень долго. И еще я была на каблуках. И у меня сердце билось просто вот так, колотилось. Я не могла поправить капюшон. У меня все занемело. Я думала, что как только меня опустят вниз, я просто упаду, и все. Но как только я увидела этот зал полный людей, я до последнего спрашивала, сколько было продано билетов. Я очень нервничала. Правда, я очень переживала, потому что это самый важный день в моей жизни. Я не преувеличиваю, говоря сейчас об этом, потому что, когда я говорила о других событиях, на тот момент другие события были важны для меня. На сегодняшний день, то, что происходило сегодня на сцене, на ваших глазах, для меня это самый важный день в моей жизни. И я это сделала. Я получала в личку от своих фанатов, что они мерзнут. Я им писала, пожалуйста, не мерзнете, идите в кафе. Они говорят, боже, я так за них, за всех переживала. Они стояли, у них руки отмерзли просто на улице, как холодрыга. Но как только я увидела полный зал, все, я поняла, что здесь меня не будут критиковать. Здесь меня не будут оскорблять. Здесь меня не будут закидываться камнями. Здесь не будут мне говорить, что я какая-то не такая. Сюда пришли именно те люди, которые любят меня, которые знают меня настоящие, которые наблюдают за мной больше, чем 13 лет, которые со мной вместе проживают и пропевают каждую строчку из моих песен. И сегодня, исполняя песню «Мои люди всегда со мной», я рада, что мне удалось ее допить, потому что... Потому что меня гнобят с детства. Последний год был особенный для меня тяжелый, вы знаете почему. И эту песню я выпустила сегодня. Я посвятила ее своим поклонникам, потому что только благодаря их любви и вере в меня я сегодня была здесь и пела для них, для вас. И мне очень сложно говорить, правда, простите меня, пожалуйста. Я ничего не понимаю, мне кажется, что это сон какой-то. Ой, ты большая, молодец, я все у тебя огромное за то, что ты делаешь. Я мне, правда, это очень важный день, и вчера на концерте были мама с папой, сегодня моя сестра, те немногие люди, которые остались со мной, мои друзья, которые любят меня по-настоящему, и мои поклонники. Этот концерт был посвящен им. Ну что? Я это сделала? Да? Да! А теперь вы скажите, вам понравилось? Очень, очень. Привет! Если еще полгода назад я говорила о том, что я только еще начинаю, то сейчас я могу сказать, что я начала. И дальше будет больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо, бревне. Продолжение следует...